Вот так жители дома по адресу Гагарина, 7, согревались холодными зимними вечерами. Электрический обогреватель и плесень на стенах для этих семей были неотъемлемой частью домашнего интерьера. Во всем доме у нас прохладно. Мы живем на втором этаже, но у нас чуть-чуть потеплее. Батареи также не полностью греют. Плотим полностью ежемесячно. Цены растут каждый год. А батареи наполовину холодные, наполовину теплые. И тоже прохладные ребенка приходится одевать. Тепло. А утром вообще встаешь и нос закладывает. Для того, чтобы координально исправить ситуацию, нужна была реконструкция теплопункта, который находится у военкомата. Для этого Полевская коммунальная компания еще в 2012 году заказала проектно-сметную документацию. Непосредственные работы запланировали провести летом 2013-го. На сегодняшний день мы производим с 19 августа демонтаж и монтаж оборудования. То есть оборудование будет поставлено ведущих немецких фирм. Это насосы фирмы Вилла, теплообменники фирмы Функе. Которые позволят что? Ну, во-первых, улучшить гидравлический режим тепловой сети, то есть на район частного сектора. И, во-вторых, это будет уже качественное предоставление услуг по теплоносителю, то есть по температурному режиму. Прежние оборудования, да и принцип подачи тепла уже морально устарели. Насосы не справлялись с поставленной задачей, продолжает Сергей Тиняков. А теплопункты, что находится сразу за военкоматом, запитаны как многоквартирные дома, а именно улица Гагарина, так и частные домовладения Полевчан. Охват большой, а мощности не хватало. Именно для того, чтобы распределение теплоресурса и горячей воды происходило пропорционально, было принято решение включить в процесс теплоснабжения так называемый подмес. Теплоноситель, приходящий сюда, будет не сразу, не сразу в частный сектор, это будет через теплообменники передаваться, это уже, скажем, по последнему слову, на современном уровне это все. И через теплообменники будет передаваться тепло, то есть уже на частный сектор по средствам насосами будет создаваться определенное давление этой сети. Масштабные работы по реконструкции теплопункта начались 19 августа и, согласно плана, продлятся до 6 сентября. На эту же дату намечено возобновление и горячего водоснабжения в этом районе. Сейчас горячей воды здесь нет. Но эти неудобства стоят того. С 15 сентября, с началом отопительного сезона, полевчане смогут оценить все преимущества новой системы теплоснабжения. На следующий год запланирована подобная же реконструкция теплопункта уже в Сосновом Бару. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости нашего города. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.